В русскоязычной литературе существует некая вариативность определения нейромаркетинга, поэтому, ну, либо как раздел биологии, мне как ресерчеру ближе другое. С этой стороны и зайдем, как раздел маркетинговых исследований, который исследует то, что он исследует путем аппаратуры соответствующей. Ну, если, давайте так, более-менее кратко, все ссылаются вот на вот эти три Нобелевские премии. В результате, собственно, о чем мы, что мы из всего этого знаем, что представление о том, что человек принимает решение исключительно рационально, неправильное. Извините. Соответственно, на смену парадигме, что человек сначала размышляет, потом действует, после этого там что-то чувствует, приходит другая парадигма, что он на самом деле эмоциями достаточно серьезно пользуется при принятии решений. И, поскольку мы это знаем, появилась необходимость это как-то померить. Еще раз давайте посмотрим на этих прекрасных людей. Соответственно, да, нужно как-то померить. Наука развелась, в какой-то момент развелась достаточно для того, чтобы мы смогли это как-то померить. И что самое главное, пропасть между этими достижениями и, собственно, доступностью на рынке сократилась. Аппаратура стала уже доступной по цене в первую очередь. И то есть мы как-то смогли что-то с этим делать. Как это выглядит сейчас? Полиграф, айтрекер, HD-камера, электроэнцефалограф. Садится человек, на него надевается все это. Очень легко надевается. Ну, электроэнцефалограф, понятно. Человеку показывают некий аудиовизуальный ряд. Снимаем показатели. Потом человека опрашиваем. Ну, то есть, понимаете, аппаратно мы замеряем, что произошло с человеком в тот или иной момент. Мы не умеем понять, почему это произошло. Для того, чтобы понять, почему это произошло, мы все равно должны у него что-то спросить, чтобы потом, совмещая эти данные, иметь возможность сделать какие-то разумные выводы. Ну, собственно, да. Итак, в каком виде все это существует в развитии? Все началось с того, что мы там просто исследовали что-то. Сегодня мы уже примерно умеем как-то моделировать эти визуальные ряды, которые воздействуют. Ну, рекламная кампания. То есть, мы умеем протестировать какую-нибудь предварительную версию, либо аниматик, либо предварительную версию ролика, понять, что с ним не так. Ролик переделают, мы можем его потестировать, посмотреть, все ли получилось. Вопрос прогнозирования. Да, еще раз, здесь моделирование надо еще раз уточнить. Это моделирование не реакций людей на что-то, а это моделирование рекламных материалов, аудиовизуальных материалов, в частности, рекламных. Вопрос прогнозирования реакций людей на это, ну, это вопрос некоего будущего. Мы туда как-то идем, надеюсь, мы туда когда-то придем. Теперь, ну, вот, собственно, вот есть такой раздел исследований, который занимается вот этим, как это, в принципе, выглядит со стороны. То есть у нас есть определенное общее представление с Ипсосом на все это. Давайте попытаемся, как-то там, при помощи несложной аналогии, там это, на это посмотреть. 906 год. В 906 году произошел первый задокументированный, зафиксированный на фотопленке полет аэроплана, сделанный в Европе. Это сделал Якоб Эллехаммер. В 908 году случился первый часовой полет в Европе. Граждане Райд, приехав в Лебурже, при сечении народа подняли свой самолет и пробыли в воздухе 62 минуты и 15 секунд. Сейчас первый часовой полет в Европе. Примерно в это же самое время. стали, произвели первые прототипы того, что потом стало моделью, четырехтысячной модели паровоза. Union Pacific Big Boy. Эта штука таскала 3000 тонн со скоростью 120 км в час от побережья до побережья американского через горы. Это было достаточно серьезной задачей в то время. Эксплуатация была до 1956 года. Индустрия маркетинговых исследований – это в некотором роде паровозы. Они очень надежно таскают все это. И случилась вот какая история. Давайте не будем забегать. В какой-то момент, собственно, нейромаркетинг в том виде, о котором я говорю, как раздел исследований, достиг той заметности, когда начало иметь смысл это явление как-то заметить. И СМР заметил. В 2011 году СМР выпустил документ, который называется «36 вопросов нейромаркетинга», в котором, собственно, все достаточно подробно описал. Сейчас есть определенная проблема, когда говорят, что когда все говорят о нейромаркетинге, в смысле исследований, там границы гуляют, все более-менее об одном и том же говорят, ну как-то границы гуляют, там еще что-то такое. Границы не гуляют, ну не должны, по крайней мере. Потому что у нас есть документ, в котором все написано. И что самое главное, в этом документе есть общая семантическая база. Это очень важный документ. Что мы видим? На данном этапе, видите, классические исследования – это такой гиперлуп. То есть они таскают быстро, надежно, просто и дешево. Методы нейромаркетинга своими частями начинают в него проникать. Ну там, например, айтрекер с очками ходят, ну там, я не знаю, почти все. То есть к тому паровозу там красивую фару уже прикрутили. Сейчас это выглядит вот так. Ну вот будущее нейромаркетинга выглядит примерно, наверное, так. То есть через 60 лет после первого часового полета в Европе построили Boeing. В принципе, убыстрее ускорилась жизнь, и я думаю, там займет, там, развиться нейромаркетингу как-то вот во что-то подобное, займет, видимо, не 60 лет, а быстрее. То есть, наверное, к 21 году мы там должны увидеть что-нибудь интересное. Но, тем не менее, вот это выглядит примерно вот так. У меня все. Спасибо. Есть вопросы? Скажите, пожалуйста, вот вы показали схему устройств, да? С помощью которых вы измеряете реакцию человека, вот. Но мы знаем, что есть четыре психотипа. Это дискрет, аудиал, визуал и кемистетик, да? Камера, которая провоцирует человека, да, на какие-то мысли, на какие-то эмоции, чувства, она рассчитана больше на визуалов и дискретных, чем на всех остальных. Вот ваша система, она учитывает, что есть еще психотипы? Спасибо. Мы не видим разницы, то есть, не видим необходимости в делении, в подобном делении. То есть, ничто не подтверждает необходимость ориентироваться на это. Ну, в теории же есть, как бы, человек приходит, пока не пощупает руками, скажет, я пока не пощупаю, дайте потрогать мне, покажите мне. Это даже вопросы извлекающие у человека. Хорошо. Как вы будете рекламный ролик щупать? Я, скорее всего, он призовет человека к товару, да, он его просто заметит. И, наверное, подойдет, не ему пощупает руками. И звуковые. А, еще на аудио, еще на аудио, конечно. Ну, безусловно, хорошо. Двое подают все равно. Ну, еще раз, давайте там типовую ситуацию рассмотрим. Мы тестируем рекламный ролик. Пощупать, понюхать. Ну, в общем, еще раз, да, я еще раз отвечу. Ничто нас не убеждает в том, что нужно на это ориентироваться. Здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. А расскажите, пожалуйста, пять ключевых запросов от клиента во время вашей работы, которые приходили. Что они хотят узнать при помощи нейромаркетинга? Спасибо. Типовые задачи. Рекламная кампания, рекламный ролик. Протестировать аниматик в преддверии. Там наиболее интересно получается протестировать сначала аниматик, потом ролик. У нас такие истории уже были. Ну, собственно, когда мы говорили о неком моделировании, то есть у нас уже есть такие вполне успешные кейсы, когда мы это довольно успешно делаем. Люди также любят тестировать баннеры, сайты, имейлорассылки и так далее. Все аудиовизуально. А, фильмы. У нас еще достаточно большое направление. Мы тестируем монтажные версии фильмов. Ну, соответственно, выдаем рекомендации по финальному монтажу. Ну, это вот, наверное, самое то, с чем мы чаще всего работаем. Добрый день. Как-то вы презентацию заинтриговали и как бы вот подвели к тому, что сейчас будете что-то интересное рассказывать. И осталось время только на вопросе. Остается только подождать. Мы тут вот в будущее как-то вот идем, мы туда как-то придем, а осталось подождать, посмотреть, каким оно будет. Я подумала, что вашим способом мне, наверное, захотелось бы протестировать потенциал на вирусные штуки. На вирусные рекламы, ролики, посты, все что угодно. Все, что можно придумать. Были у вас такие кейсы? Если да, то, пожалуйста, поделитесь, что вы там выделили как элементики вирусных штук. До сих пор пока нельзя, такого нет в науке. И если нет, то, может быть, планируете… А, и у меня еще есть маленький такой привопросик. А вы вот тех людей, на которых тестируете, также набираете, как на обычные маркетинговые исследования, то есть просто там люди… Да, я, кстати, хотел бы попытаться ответить на вопрос, если не ошибаюсь, Никита, предыдущему докладчику, задавал вопрос по выборкам. Соответственно, с выборками вот какая история. В рамках… Ну, то есть есть ассоциация NMSBA, куда входит, кроме нас, от России входим мы, и Нильсон. Нильсон – это, ну, там, занимается нейромаркетингами исследований, ну, в том же смысле, что и мы. То есть вот примерно такой же набор оборудования, там примерно такие же показатели. То есть мы примерно одно и то же делаем. Они в свое время задались вопросом о оптимальном размере выборки. И там со ста человек пошли вниз и, соответственно, нашли тот момент, когда данные остаются устойчивыми. Это 24 человека. Ну, там, минимум 20, на самом деле. На 20 тоже неплохо. Соответственно, подход к формированию выборки выглядит следующим образом. Нам нужно набрать минимум 20, лучше 30 человек на ячейку. Ну, то есть, если нам нужно потом посмотреть данные, там, не знаю, отдельно по мужчинам и по женщинам, значит, нужно набрать, там, 20-30 мужчин, 20-30 женщин. Ну, и так далее, да, возраст. 20-30 человек на ячейку. Первый вопрос. Вирусная реклама. Нет, таких кейсов не было. Думать, не знаю, как мы будем думать. Если там появится подобный, там, запрос или необходимость, подумаем. Добрый день. Спасибо за вирусное выступление. У меня два вопроса. Один, но достаточно короткий. Насколько я понимаю, в вашей деятельности очень важную часть практически самому главному занимает интерпретация этих данных, правильно? То есть я правильно понимаю, что вам требуются дата-сайентисты? Ну, как бы, да, и нет. Нет, у нас, понимаете, для… У нас нужны… Нам нужны люди с специфическими навыками. Специфическими навыками. Ну, которые, например, умеют… Умеют… Умеют работать с электроэнцефалограммой и там фотоплитизмограмм. Даниил, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а в какие метрики вы превращаете те данные, которые вы получаете? Запоминаемость, эмоциональная вовлеченность, внимание и интерес. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я бы хотела спросить, могли бы вы привести пример исследования, может быть, какой-то заказ, где ваше исследование действительно повлияло на прибыль или на что-то такое. Мне очень сложно представить, что именно вы делаете в лаборатории. Повлияло на что-то. Ну, как? Мы видим фильмы, которые… Финальный монтаж которых был сделан на основе наших рекомендаций. Мы видим упаковки, которые были переделаны на основе наших данных. Мы видим рекламные ролики, которые там, например, когда еще люди приходили к нам, еще на этапе аниматика, там, с несколькими аниматиками выбрать лучший и потом снять ролик, потом протестировали ролик, мы видим эти ролики. Понимаете, с коммерческой точки зрения здесь надо понимать, мы… нам, заказчики, не отдают данные, повысились у них доходы или не повысились. Поэтому, безусловно, приходится жить с тем, с чем живем. Как еще люди останутся с тем фильмом, который не был переделан? Ну, не был сделан? Ну, да, если подходить с безупречно научного подхода, да, конечно, имело бы смысл как-то сделать так, но жизнь устроена так, как устроена. Поэтому, ну, вот. И последний вопрос. Даниил, спасибо за выступление. Подскажите, пожалуйста, каким способом вы расслабляете ваших респондентов, наряженных во все это, и как вам это удается? Да, мы… для того, чтобы снять фон, то есть, собственно, в начале показа и в перерыве между стимулами, как мы это называем, потому что если там тестируются ролики, то это клаптер, да, мы вставляем картинку очень расслабляющую, которую мы называем небо. Ну, то есть, картинка, на которой не на что смотреть. Это небо. Люди смотрят, да. И там все выравнивается, все успокаивается, все хорошо. Долго? Что-то порядка, не помню, 10-15 секунд. Спасибо большое, Даниил.